Больше трех месяцев прошло с того момента, как с должности уполномоченного по правам человека ушел Андрей Кабанов. За это время очередь из желающих попасть на прием к омбудсмену накопилась приличная. На первый прием к Наталье Ковалевой пришли 17 заявителей. Проверка боем началась с жилищной истории многодетной матери. Я считаю, что очень многие моменты, которые даже с первой семьей произошли, от правовой неграмотности наших людей. То есть нужно понимать, ответственность должна быть у людей, когда вот пятый ребеночек уже, да, нужно помогать действительно. Но здесь сама позиция, вот сколько она уже обошла, никто не может помочь. Спектр проблем разные. Судебные решения, жилищные вопросы, ЖКХ, дети-инвалиды. Наталья Львовна не выпускает из рук телефонный справочник, чтобы звонить по инстанциям. И постоянно советуется с юристом, чтобы оказать квалифицированную помощь, а не просто дать совет. Людмила Александровна депутат в Пучешском районе. Но даже она, представитель власти, столкнулась с жилищной проблемой и почувствовала собственную беспомощность перед самоуправством собственника жилья. Все жители живут в страхе. Страх в каком? Что он постоянно всех терроризирует, всех понуждает к тому, чтобы жилье купили. Купили у него, выкупили. Многие у нас это жилье выкупили. У меня средств нет, у меня пенсия маленькая. Наталья Львовна напомнила женщине, что депутат имеет определенное влияние на общественность и посоветовала решать квартирный вопрос через суд. С этой тяжестью, вот со всей, она живет сколько лет. И все там в Климушино живут. Моменты. Понятно, что надо разбираться, что мы слышали только одну сторону. Но факт остается фактом, то, что мы видим. Никуда не денешь. 20 с лишним лет живут, приехали молодыми специалистами. Сегодня вот такие сюрпризы им предоставляют. Омбудсмен Ковалева советует в любой ситуации, пусть даже самой сложной и запутанной, не опускать руки и продолжать бороться за свои права. Унынию и апатии нет места при решении проблем. Также нельзя пускать ситуацию на самотек. Многое зависит еще и от выбора правильной инстанции, в которую обращается заявитель. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.